Приветствую, друзья! Передо мной стоит сложная задача рассказать вам про кардицепс, почему я его использую, в каких программах я его использую, как он работает. Почему сложная задача? Потому что, боже, там, когда читаешь о кардицепсе, о кардицепсах, огромное количество различных воздействий, от противоаллергических, противоопухолевых, до повышения выносливости. Ну, в общем, в моём понимании, вот у меня есть внутренние картинки, да, это адаптоген, это адаптоген. Поэтому, когда надвигается вирусная инфекция, начинайте использовать кардицепс для того, чтобы просто в клетках была энергия, для того, чтобы клетки могли сопротивляться новым вирусам. А если попал старый вирус, с которым вы уже знакомы, чтобы быстренько раскупорились клетки памяти, которые делают иммуноглобулины G, уже готовые, против того вируса, с которым вы встретились второй раз. Это очень важно. Но одно из первых моих воспоминаний по поводу кардицепса, это моя подруга, которая ещё в те 90-е слетала в Китай и говорит, «Боже, Лена, там этим кардицепсом лечат всё абсолютно, от высокой температуры до поносов, и с хорошими результатами. Ну ладно, ну ладно, давай попробуем». Хорошо, с этим разобрались. Второй момент. Кардицепс обладает, как ни странно, несмотря на то, что это высший гриб, он угнетает деятельность низших грибов. И тут прямо есть результаты исследований. На мышках проводили исследование. Мышей специально грибами рода кандида инфицировали, причём такой дозировкой, ну летальной дозировкой. А те, которые использовали кардицепс, они выжили. Соответственно, мы можем сделать вывод, что эти высшие грибы, кардицепс, угнетают низшие грибы. Но я думаю, что это воздействие на противогрибковое звено иммунитета. Нет у иммунитета никаких звеньев, но мы просто видим, что он и против вирусов, и против бактерий, и против грибов работает. Так вот, против вирусов работает, против грибов работает. Ну и против бактерий тоже на самом деле работает, но опять-таки как адаптоген. Были громкие истории насчёт, по-моему, спортсмены, которые велосипедным спортом занимались, китайские, которые показали чудеса выносливости, и их мышцы поглощали намного больше кислорода, чем спортсмены из других команд. И когда их стали проверять на допинг, оказалось, что никакого допинга нет, но они признали, что использовали грипп-кордицепс. Здесь с этим сложно. Одни исследования говорят, что да, так работает, другие говорят, что нет, так не работает. Вы сами проверьте, сами проверьте. Допустим, вы ходите в зал и еле оттуда ноги уносите. Попробуйте использовать грипп-кордицепс по одной-два раза, по две-два раза, по три-два раза, и посмотрите, как ноги ваши будут себя чувствовать. Будете ли их выносить, или как-то... Ну, когда я не уставшая, я даже не замечаю этой физической нагрузки, а когда каждое движение даётся с трудом, ну, как бы меньше удовольствия получаешь от занятий в спортивном зале. Ну, и ещё есть одна категория населения, которые очень благодарят кардицепс, это мужчины, потому что они себя намного увереннее чувствуют в постели, когда используют вот такого рода адаптоген. Поэтому попробуйте, попробуйте. Вот, в целом, вы можете присоединять кардицепс абсолютно к любой программе. Например, вы на 24-м конспекте против грибов рода кандида. Почему у меня на постоянной основе не прописан туда кардицепс? Потому что и так большая крупная программа. Но, когда я для себя делаю эту программу, я добавляю кардицепс. Мне не жаль, вот, ну, просто, может быть, я не хочу, чтобы это была совсем большая программа, поэтому я не вписала официально. Вот, но в целом сама я использую. Когда начинается осенняя непогодица, я тоже использую кардицепс, потому что не хочется подхватывать каждый вирус, да, ну, хотя бы через один. Да, а что еще, ну, про мужчинок сказала. Детям можно ли давать? Конечно, можно давать. И детям можно давать, и беременным можно давать, потому что это из категории пищи. Поэтому добавлять в любые схемы, и я вообще рекомендую эротировать адаптогены, то ашваганда, то кардицепс, то гриппайн, потому что многие из них также обладают способностью ловить свободные радикалы, то есть антиоксидантным эффектом обладают. И ловите, отмечайте свои личные результаты и ощущения, потому что мы на уровне рецепторов, на уровне внутреннего устройства очень-очень разные. Кого-то очень сильно штырит прям от кардицепса, и человек благодарен этому продукту, кто-то его совершенно не замечает. Ну, пропил и пропил, но тоже очень хорошо. Поэтому присоединяйте, развивайте в себе интерес к использованию различных адаптогенов, и будьте более успешными. Человек успешный – это тот, который много успевает за день и спортом позаниматься, и по дому поработать, и по бизнесу сделать продвижение, и в отношениях, и так далее. Я думаю, что кардицепс вам в этом поможет. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok